Алексей, ну вот все-таки хочу начать с доклада, да, потому как вот он вышел, обозначил серьезные проблемы. Вы согласны вот с такой постановкой вопроса, что в России реализация свободы совести подменяется государственной религиозной политикой, цель которой удержание власти? Конец цитата. Ну, давайте о свободе совести, Юрий. Значит, все познается в сравнении. То, что мы не Швеция, это понятно, то, что мы не Голландия, это тоже понятно, но мы еще и, слава богу, не Советский Союз. Поэтому, может быть, я не прав, и я знаю, что эта позиция многократно критиковалась, у меня масса оппонентов, но есть и союзники. Все-таки многие вещи приходится отсчитывать, простите, от Советского Союза. И если мы посмотрим на то, что было, то, по-моему, вопрос будет однозначно, да, у нас есть свобода совести, это совершенно очевидно. Но другое дело, другое дело, что вот то, что написано в этом докладе, так или иначе отражает ту тенденцию, которая была до Советской власти, при Советской власти, после Советской власти, я не представляю, что будет дальше, там, пост-пост Советской власти. Это тенденция о государствлении религии. Такова традиция. Такова традиция и прежде всего в отношении православия. Мне лично это не нравится. И я сам понимаю, что очень большому количеству людей это тоже не нравится. Такова причина? История. Это наша история. Если мы в это будем уходить, то религия православия всегда была, шло или бок о бок с властью, или возникали какие-то проблемы по поводу политических, светских вопросов. Но в основном, за, конечно, исключениями, но в основном церковь была при власти. Ей так было удобнее, это можно объяснить целым рядом обстоятельств, очень долго в это можно вникать. Но это то, что мы имеем на сегодняшний день. И даже тогда, когда была Советская власть, когда была изначально жесточайшая конкуренция, и для идеологии коммунистической церковь, наверное, была главным противником. А знаете почему? Потому что и в коммунизм надо было верить, и в Маркса, и в Ленина, и в Сталина, и в Бога надо было верить. Поэтому конкуренция была и все равно. Во-первых, в критические минуты власть так или иначе обращалась к религии, чувствуя, что это форма консолидации вокруг той же власти. И даже в послевоенные годы, когда, казалось бы, там появлялся этот советский человек, была потрясающая вещь. Было воспроизводство православной традиции. Что я имею в виду? Я имею в виду не патриарха там, никого. Вот когда я был маленький, то меня водили в церковь. И как-то вот постепенно, ну там в силу, не знаю, даже не воспитания, а в силу общественного воспитания, вот так вот, возникала самая идея, что бабушки умрут, и все. Умерли бабушки, постарели мамы, постарели сам сестры, уже совершенно взрослые дети, внуки, и все равно ходят в церковь. И вы знаете что? Ну, наверное, мы об этом еще поговорим. Все-таки в большинстве своем люди рассматривают, ну не то, что чохом церковь и государство, но не разделяют их. Не разделяют их. Вот при советской власти это разделение было, и приходили в церкву, где есть место Богу и нет места коммунизму. Все-таки. Хотя мы знали там, в каких воинских чинах и так далее, какие митрополиты. Но церковь это было замкнутое пространство, куда, между прочим, даже некоторым ходить запрещалось военным. Сейчас этих границ уже нет. А сейчас официально мы вернулись, ну скажем, не знаю, в 19-й век, в 18-й век, когда опять все едино. И, по-моему, обе системы и политической, и церковной этому рады. — Алексей, тогда следующему будет вопрос. Я напомню, у нас в реальном времени Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Обсуждаем мы ситуацию вокруг Русской Православной Церкви, ее возрастающие роли. А в чем вы видите опасность? Вот вы обмолвились то, что вам это не нравится, да? Это огостодорствление, сложно произносимое слово в русском языке. Каковы опасности? Когда церковь поддерживает официальную идеологию, то возникает очень интересная вещь. Ведь идеология такая, это светская, это там, не знаю, это то, что обращено в политические проблемы, там, в социальные, какие хотите. Церковь же, религия, она обращена в душу. И когда выясняется, что государство и церковь, они действуют совместно, то вот сейчас, наверное, меня опять будут критиковать, возникает такая тоталитаристская тенденция. Но не в том плане, сейчас там всех посадим, а в том плане, что через церковь государство так или иначе будет влиять уже на души, на личное поведение. Ну, я не хочу это преувеличивать, но поскольку патриарх и президент или премьер, они рядом, они выражают одни и те же идеи, то получается косвенное вмешательство в нашу сам личную жизнь. И хотя церковь-то должна заниматься Богом прежде всего, то вот церковь порой выступает, ну, нашим таким, я бы сказал, она дает интимную интерпретацию сам того, что нам говорит, ну, условно, там, Единая Россия или еще кто-то. Вот это, я считаю, опасность, потому что все-таки, я понимаю, что религия не может быть отделена от политики. Происходит подмена понятий? Происходит контроль. Происходит постоянный. Государственный контроль. Да, 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 через церковь. Потому что церковь говорит одно и то же, фактически. Церковь все время одобряет государство. Вы хоть раз видели, чтобы церковь наша, ну, на уровне, там, не знаю, метрополитов, а лучше даже патриарха, выступила, ну, простите, за униженных и оскорбленных. Давайте приведу пример. Попытаюсь вам оппонировать. Значит, ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии, да. Значит, мы признаем, мы, в смысле государство российское, признается эти два независимых государства. Ну, по версии нашей стороны российской, затем к этому присоединяются некоторые другие государства. Ну, не в этом суть, да, а суть в том, что русская православная церковь, в частности, московский патриархат, отказывает всем челобитным, всем просьбам по поводу признания этих епархий, Абхазской в первую очередь, лакомый кусок, действительно, в буквальном смысле этого слова. И говорит о том, что нет, это каноническая территория грузинской православной церкви, сестры русской церкви, да, и мы не будем вмешиваться в данный процесс. Смотрите, это разве не оппонирование государства? Это не оппонирование, потому что в данном случае, давайте посмотрим пошире. РПЦ говорит, что сам грузинская православная церковь – это сестра. Абхазская церковь, скажем, ну, я даже не знаю, какой семейный термин подобрать, но в данном случае как же можно из-за этого ссориться с сестрой? Тем более, что у РПЦ очень непростое положение на Украине, ну, вы знаете, в Прибалтике, а тут еще и с грузинской сестрой все поссорится. И я думаю, что патриарх-то вообще, прежде чем вот это вот все делать, наверное, он посоветовался с товарищами. И абсолютно правильная позиция. Вы убеждены в том, что Московский патриархат и, скажем так, органы государственной власти России согласовывают свои решения, свои действия, свои шаги? – Свечку не держал, естественно. – Но можете предположить. – Но когда один говорит про модернизацию, а второй через полтора месяца там, он сам начинает, причем оба правые. Понимаете, какая вещь? Я согласен и с тем, и с этим. Но вот когда такое происходит один за одним, такой действительно тандем, это немножко странно, потому что я уж не говорю о модернизации государства, о модернизации церкви, патриарх задолго думал, во всяком случае, он не произносил этого слова, но он как бы его подхватил. А что касается консультации, ну, я не вижу в этом что-то такое противоестественное. Это норма для российского государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова